Основные составляющие здоровья. Вот интересный момент. Из чего состоит здоровье? Какие составляющие наше здоровье? Первое – это ментальное здоровье. Все начинается с головы. Если у нас с мыслями, с нашими, не все в порядке, то очень тяжело физически как-то наладить здоровье. Если у вас не заложены какие-то негативные программы, если вы научились управлять своими мыслями, мысли позитивно, и у вас нет каких-то убеждений типа того, что вот, ну все, я такая вся больная, у меня ничего не получится, и вообще пробовать все будет бессмысленно. Если у вас нет этого ментального мусора в голове, то вам будет гораздо проще восстановить свое здоровье. Вот первое – это, конечно, надо вычистить весь ментальный мусор из головы. Китайцы, вот у них есть вот система, да, УСИН, пять первоэлементов, где у них взаимосвязаны пять элементов, где каждый орган взаимосвязан с эмоцией. Там очень такая интересная штука. Вот, там в этой системе как раз идет взаимосвязь. То есть, если печень, печень, она отвечает как раз-таки за злость. И есть как бы такие двусторонние моменты. Вот ты говоришь, что надо перестать злиться, и тогда у тебя вот Луиза Хей, да, напишет, что как раз-таки, когда ты успокаиваешься, перестаешь злиться, у тебя печень восстанавливается. Но я знаю случаи просто, когда люди с больной печенью, которые были очень злые, они лечили свою печень, и они переставали злиться. Поэтому вот здесь вот как бы долго можно споить, что вообще первоначально, курица или яйцо, да, но как бы есть такая вот вещь. Второе – это физическое здоровье. Физическое здоровье – это когда у тебя ничего не болит, когда физически ты активен. Чтобы вот быть физически и ментально здоровым, необходима регулярная очистка организма. То есть профилактическое – хотя бы раз в полгода делать какую-нибудь очистительную диету, детокс-программу. Следующее идет – правильное питание. То есть физическое здоровье – это заботиться как раз-таки о физической активности в своем теле. Правильное питание. Питание должно быть вашим лекарством. Когда вот вы дадите того, когда питание поможет вам самовосстанавливаться, ваш организм будет себя чувствовать гораздо лучше. Разумные физические нагрузки. Девочки, именно разумные. Очень многие, они когда начинают заниматься физической нагрузкой, они в итоге перекачивают, получают спортивные травмы и так далее. Не надо этого всего. Не надо гнаться там за чемпиантом мира под дзюдо и прочими вещами. Выбирайте те виды спорта, которые не травмоопасны, которые безопасны. Здоровье, именно физические нагрузки должны быть полезны для здоровья. Все надо делать постепенно. Не надо надрываться. Спорт должен быть в удовольствии. Физические нагрузки должны быть в удовольствии. Найдите то, что вам приносит удовольствие. Кто-то, кому-то нравится заниматься йогой, кто любит танцевать, кто любит более спокойно, кто любит более подвижно. Найдите для себя те нагрузки, которые вам оптимально комфортны. И начинайте, начинайте как-то разминать свое тело. Может быть, вы как раз таки сейчас, если вы сейчас не занимаетесь какой-то физической нагрузкой, может быть, потому что вы просто не выбрали то, что вам действительно нравится. Следующее. Отказ от вредных привычек. Даже если у вас будет правильное питание, даже если вы будете правильно мыслить, регулярно чистить организм, заботиться о физическом состоянии своего организма, делать такие нагрузки, при этом вы будете бухать и курить, как пепельница старая, то просите здоровье, как бы здесь уже все. Это все перечеркивает. Вред, который наносится вашими вредными привычками, он перечеркивает все. Вот это все, оно состоит как раз таки, это основные составляющие wellness. Вот wellness как раз таки состоит из всех вот этих элементов. Как вы придете к ментальному здоровью, вы сами выбираете. Как вы придете к физическому здоровью, вы сами выбираете. Физическая регулярная чистка организма, каким методом? Много из методов, вы подбираете, который максимально для вас комфортный. Правильное питание. Тоже есть много вариаций на самом деле. Там можно есть дорогие лобстеры, можно просто рыбку, да, и тоже будет хорошее питание организма, там с овощами, с руками, с зеленью. Разумные физические нагрузки. Вы тоже выбираете тот тип нагрузок, который вам комфортен. Их очень большое множество. Вот единственное, вот шестое, это отказ от вредных привычек. То есть, что бы вы ни выбрали, какие бы компоненты, вот какую бы крупу вы ни собрали, да, для себя, все-таки отказ от вредных привычек. Обязательно перестать курить и пить спиртное. Можно, ну, по праздникам, да, какая-нибудь редкая и очень качественная. Но я вот уже давно не пью спиртное, мне просто, ну, не знаю, я не получаю удовольствия. Мне нравится вкус, например, красного вина. Да, я могу выпить пару глотков красного вина, потому что мне просто нравится вкусно. Мне не нравится состояние алкогольного опьянения. Я никогда не курила, меня даже не тянуло. И я, все, кто со мной общался, я отвечала от сигарет, потому что мне не нравится запах сигаретного дыма, меня от него просто воротит. И те люди, которые, они хотели со мной общаться, они бросали курить. Я им помогала, конечно, в этом. Я очень такая, хороший мотиватор, да. И я была вообще неправильным подростком. Вот вы просто подумайте о себе, да. Вот это состояние, которое вам дают ваши вредные привычки. Ну, там не только, на самом деле, сигареты и алкоголь, там есть другие вредные привычки, которые тоже вредят здоровью. Ну, вот просто подумайте, как от них избавиться. И это уже даст вам 10 шагов вперед на пути к вашему здоровью.